С этой игрой у меня отношения складывались тяжело. Тот случай, когда был непросто, но я все-таки получил удовольствие. Сначала мне не зашла, но я не стал ее удалять. Потом засел еще раз, уже было лучше. Потом решил постримить, и она меня люто выбесила. Но опять не стал удалять. Когда пукан попритух, засел снова и словил тот самый дзен, который вынес название. А потом допроходил через силу. Почему же так получилось? Попробую кратенько рассказать. Думаю, уже и так очевидно, что это ролейные гонки. Такие простенькие, аркадные, с симпатичной лоу-поли графикой. Максимально лоу-поли, если говорить о толпах зрителей. Забавно выглядит, но знаете в чем странная штука? Когда ты сосредоточен на дороге, мозг действительно воспринимает эти цветные мелки как людей. Визуал мне доставлял все время игры. Видно, что авторы хорошо поработали над оформлением, сделав его аскетичным, но стильным, и цветовой палитрой. Знающие сразу тут увидят влияние цветового круга. Прям глаз радуется, глядя на то, как деревья отбрасывают тени на дорогу в закатном солнце. Синтвейвовый саундтрек поначалу показался странным решением, но потом, понимаешь, он идеален и очень позитивно влияет на погружение. И вроде все это по кайфу, но... Геймплей. Точнее, физика, которая просто бесит. Машины ведут себя как мокрое мыло в ванной. Тебя постоянно мотает из стороны в сторону и постоянно вылетаешь с трассы. Проблема в том, что совладать с ней полностью невозможно. В других играх можно заучить трассы и поведение машин. Здесь же это не прокатит из-за того, как устроен игровой цикл. Есть пять стран со своими картами дорог. Начиная год в какой-либо группе, выбираешь машину, а трек и погодные условия генерируются рандомно. И даже при том, что карту можно хоть как-то освоить, катаясь в режиме фрироминг, собирая новые музыкальные треки, фоточки и буковки, это не поможет. Потому что, закончив группу, нужно выбрать другую машину из нового набора. Все авто играются совершенно по-разному. У них разная скорость, разная устойчивость, разный тормозной путь и занос, разная чувствительность поворота руля и инертность. В итоге, несколько первых трасс ты бесишься и привыкаешь к машине. Потом получаешь лютый кайф от того, как лихо закладываешь на ней повороты. Приходит тот самый раллийный дзен. Ты буквально залипаешь и растворяешься в игре, забывая про таймер и то, что там тебе надо занять какое-то место. Приходишь первым, а потом сменяется машина и все повторяется по кругу. Но все-таки главный минус Art of Rally ее адовая затянутость. Чтобы пройти режим карьеры на легком уровне сложности, на котором ты не занимаешь никакие места, кроме первого, как бы всрато на своем мыле не улетал за дорогу, мне потребовалось около 20 часов. Ну то есть, не приходилось переигрывать трассы, если я что-то всирал. 20 часов, 5 карт. Заколебало. Будь бы игра короче раза в 3, я бы погонял и в дополнительных режимах, и в ежедневных ивентах поучаствовал. Но после этих 20 часов, извините, хочется блевать говном от однообразия. Тут же стоит сказать про какую-то странную работу процедурной генерации. Вроде бы она работает, но зачастую выбирает очень однотипные маршруты. Несколько раз было буквально так, что я ехал по одному, а на следующем заезде по нему же только в другую сторону. За успехи же Art of Rally обильно вознаграждает игрока. Открываются новые машины и раскраски для них. Тут есть даже КамАЗ, груженный бревнами. Пожалуй, за прошлый год эта игра для меня стала одной из самых противоречивых. Она бесит, она надоедает, но и удовольствие тоже приносит немалое. В целом, я поставлю лайк в стиме. Рекомендую не всем, только тем, кто хочет ощутить тот самый дзен с мокрым мылом.